Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю! Господь нашему! Продолжаем всем. Я остановился на своем свидетельстве. Я очень люблю рассказывать о том, что Бог сделал в моей судьбе, потому что тем самым проставляется Спаситель. Не нам, Господи, не нам, но имя Твоему вся слава. Аминь. И еще. Зачем рассказываю? Потому как я надеюсь на то, что многие очень люди, которые будут смотреть это видео, среди них многие православные христиане и, в частности, священники задумаются, сделают выводы и мне пишут порой священники разные вопросы. Знаете ли, есть не так много, но бывают такие, ну, конструктивная критика, и бывают такие вопросы, правильные вопросы, хорошие вопросы. Один из таких вопросов как раз вот не так давно я получил на имейл от одного из священников с России, с Русской Православной Церкви. Я его не знал. Он стал священником после того, как я вышел уже из РПЦ. Я не знал его раньше, но он служит как раз там, где я служил. В одном из таких приходов моих. И, знаете, я верю, что Бог совершает в жизни многих священников чудеса для того, чтобы они смогли принести живого Бога многим людям. Многим и многим очень людям. Потому как каков поп, таков приход. Это точно, сто процентов. И слава Богу за все. Так вот, конечно, есть священники, которые даже и понимают умом своим где-то, соглашаются даже, но не идут. Я молюсь за таких священников. И сейчас, прямо сейчас, потому что видео, которое я разместил уже вчера вечером, сегодня я разместил кое-что уже на YouTube. И там ссылочки сделал такие на социальной сети, где есть. Так вот, и уже сейчас пришли некоторые отзывы. Мельком, я еще потом дочитаю, конечно, сейчас мельком просто посмотрел. И, конечно, разные. Есть просто там хулят и проклинают. Но некоторые благоставляют, а некоторые и вопросы интересно задают. И я молюсь, пользуясь случаем сейчас за священников, в первую очередь за священников во имя Иисуса Христа. Пусть Господь Бог благословит вас сейчас. И пусть в вашей судьбе совершит Бог чудо. Намного больше чудес, о чем даже вы помышляете или надеетесь на что, пусть еще больше совершится чудес в вашей судьбе во имя Иисуса Христа. И то, что Бог совершил в моей судьбе, это мизер, в сравнении с тем, что Бог хочет совершить в судьбах тысяч и тысяч священнослужителей во имя Иисуса Христа. И не только православная церковь, конечно. И разные конфессии, разные динаминации. Но молюсь сейчас в первую очередь за православных христиан и православных священнослужителей во имя Иисуса Христа. Пусть и пусть в тех странах, где доминирующей является именно православная культура, пусть совершится великое это духовное пробуждение народов во имя Иисуса Христа. Пусть проставляется имя Иисуса отныне и вовек. Аминь. Аминь. И у меня есть мечта. Знаете ли, мы движены мечтой. Каждый из нас, он движен по-своему своей мечтой. Помните, я вчера упомянул великого реформатора Мартина Лютера. Потому что позавчера был его день рождения. Да, и поэтому нельзя было о нем не вспомнить вчера. Но сегодня я хочу вспомнить еще другого великого реформатора, тоже Мартина Лютера, но Кинга. Чернокожего баптистского пастора, проповедника, евангелиста, который стал великим реформатором американского народа. И не только американского, конечно. И этот чернокожий проповедник, чернокожий евангелист, баптист, Мартин Лютер Кинг стал знаменем реформации своего времени, своей эпохи. И знаете, друзья, хотя откровения, которые он говорил, они были очень просты, казалось бы, доступны. Но, к сожалению, очень много христиан, даже служителей, остановилось в оппозицию и оказывались слепыми, глухими и немыми. Как вот Иисус говорил, да? Они имеют, говорит, уши, они не слышат, имеют глаза, они не видят. Потому как есть духовная слепота и духовная глухота. Это страшнее даже, чем физическое. Знаете ли, мы здесь в Киеве, одна из наших церквей арендует помещение, где я пастор сказал, как раз, живя в Киеве несколько лет. Значит, снимает помещение в общество слепых, УТОС, в Киеве. И там я общался как-то с замдиректором. Он рассказал мне историю свою. Он был зрячим. Потом была травма на производстве, и он фактически полностью ослеп. И теперь он работал в этом обществе слепых, замдиректором предприятия. И он слушал проповеди, общение наше, приоткрывал дверь. Я вижу, что он часто приоткрывает дверь. И он потом признавался специально, умышленно, чтобы лучше все слышать. И знаете, друзья, он мне сказал такие слова интересные. Я всю свою жизнь, говорит, ну почти достойно запомнил его. Я всю свою жизнь был зрячим. И только вот уже в зрелом возрасте уже ослеп не так давно. Но, говорит, я только сейчас понял, что я всю жизнь был слепым. Всю свою жизнь я был слепой. И только сейчас я прозрел. Вот как он говорит, это парадоксально. Будучи слепым, я только сейчас прозрел только. Потому что о Боге, о вере, не просто где-то от кого-то, а внутри себя это осознать, принять, это совсем иное. И поэтому я скажу, что большинство священников, они зрячие, они слышащие, казалось бы, но внутри себя не принимающие самое основное, самую великую истину. Потому что, вот еще Мартин Лютер говорил, немецкий проповедник, что Иисус Господь, Иисус Спаситель, эта информация, она хороша, но она не спасет тебя. Но спасет то, что Иисус мой Господь, Иисус мой Спаситель, вот это тебя преображает. И Мартин Лютеркинг, интересно, когда он боролся, как бы такое было ощущение, он писал, что как будто головой об стенку, то есть, казалось бы, безрезультатно само это сражение. Знаете, даже друзья ближайшие сказали ему, Мартин, брось, отпусти. Не сейчас, видимо, надо за это бороться. И, видимо, как бы не то время. И знаете, однажды, да, его арестовывали, штрафовали, полиция арестовывала, разгоняли их, они нарушали законы штата, города, порой демонстративно это делали, чтобы показать людям абсурдность вот этих нечеловеческих, антиконституционных и антибиблейских законов некоторых. И, знаете ли, они, вот Мартин Лютеркинг в одном из таких вот заточений, арестов, он написал песни. Он много писал песен. Эти песни стали гимнами американского пробуждения того времени. И одна из песен, мы ее часто тоже поем в церкви у себя, и она у нас тоже как гимн такой, если вроде, один из священников наших даже сказал на эту тему, что, наверное, это гимн нашего братства даже. Ну, у нас нет такого официального номинования, но как бы мне идея очень понравилась. И там есть слова такие в этом гимне, в этой песне на русском языке. Верою от Бога, силою от Бога мы преодолеем все. Иисус Господь наш, Иисус Господь наш, с ним преодолеем все. О, в сердце Твоем вера сильна, с ним преодолеем все. Аминь. Аминь. Слава и Существу. Аминь. Да, друзья мои, с ним действительно преодолеем все. Слава Иисусу. И из истории христианства, я люблю рассказывать о периодах реформации, о периодах обновления. Слава Богу, у вас уже была тема истории церкви, я поэтому больше рассказываю таких историй, таких малоизвестных из истории христианства. Или же делюсь свидетельствами своей жизни, рассказывая вот о истории моей судьбы, моей жизни. Я думаю, что каждому верующему есть что рассказать, и много что рассказать о том, что Бог сделал в его судьбе. Я не верю, что человек, который пришел к Богу, прожил жизнь с Богом, живет с Богом, и ему нечего рассказать, нечего поделиться. Такого не бывает просто-напросто. Значит, если нет, то значит он еще не с Богом. Значит, у него нет еще жизни с Богом. Если живет с Богом, то обязательно эта жизнь рождает много чудесного, много великолепного. Слава Иисусу. Да, и вот такая история жизни, как иллюстрация, опять-таки, того, о чем я говорил в первой части сегодня. Однажды я ехал в поезде, я часто путешествую, сейчас меньше, но одновременно очень часто путешествую, преподавал в разных гимнесских школах и ехал с Москвы пласткарным вагоном. Это как раз такой очень вагон хороший для евангелизации. Да, я разговаривал с людьми в нашем таком кубрике о вере, о Боге. Ряса была у меня убрана, но люди знали, что я священнослужитель. И беседовали мы. Мы потом с других этих вот кубриков там попросили, вы не могли бы погромче, мы тоже каким-то послушать. Я говорю, хорошо, говорю. Я там громкости прибавил, и туда, и сюда, рассказываю. Ну, а еще при посадке я заметил, что там, ну, я ближе туда, к туалету ближе, а вот туда, ближе к проводнице, на другом конце, там сел один монах. Ну, думаю, монах. И вот, значит, и... Потом я понял, что он на самом деле монах. Он, значит, он там белья не брал даже, он прям как вот был в рясе, такой раз, вскатку и туда. Опа, наверх, наверх, неплохую боковушку. Я так его посмотрел. Ну, ладно, пусть брат тоже послушает. Я так рассказываю о вере, о Боге. И вижу, он там время от времени ворочается. Ну, значит, слушает. Вот. Потом уже время позднее. Уже люди спать ложатся. Уже пол ворона уже, смотрю, уже легло. Остальная половина укладывается. Ну, думаю, пора и честь знать. Ну, как бы я так уже... Все, до встречи, как бы. Тоже надо, как бы, думаю, ложиться пора. И, представляете, тот монах встает и ко мне. Ну, ладно. А, значит, у меня нижняя полка, и так получилось, он весь вагон занят, свободных мест почти нету, но нижняя полка напротив меня свободна тоже. И, значит, ну, и он сел на нее и со мной начал разговаривать. Ну, он сказал, что... А, что он монах, да, что он, по-моему, еродиакон, по-моему. Ну, с дьяконом и монахом в одном лице. И вот, и меня спрашивают, я что-то не пойму, говорит, вы вроде православный, а вроде сектант. Кто же вы такой? Да. Я... Я... Продолжение следует...